Судебно-правовая реформа в стране предусматривает улучшение законодательства, материально-технической базы и вопрос кадров. С начала года вошли в силу два новых закона и пять кодексов, направленных на гуманизацию судебной системы. Так, в новые кодексы был введен институт пробации, который будет помогать вышедшим на свободу заново адаптироваться к социальной жизни, а также направить на верный путь отступившихся граждан. Уже суды, значит, если лицо совершило менее тяжкое преступление, то они уже применяют в отношении лица, совершившие данное преступление, именно применяют пробационный надзор. То есть лицо, именно, значит, суд, значит, поручает органу пробации подготовить пробационный доклад, и на основании этого пробационного доклада суд выносит, значит, решение о применении пробационного надзора. У нас шаг за шагом, так как судебная правовая реформа у нас продолжается, у нас будет продвигаться этот институт пробации только вперед, потому что судебная правовая реформа у нас не завершилась, она имеет дальнейшее наше движение и дальше у нас в нашем государстве будет продолжаться. Еще одна из новелл – единый реестр преступлений и проступков, который также заработал с 1 января этого года. Специалисты отмечают, что первые результаты весьма неплохие. Теперь в ЕРПП нужно достраивать следующие блоки. Это судебный блок, нужно достраивать блок по исполнению наказаний, нужно достраивать блок по исполнению пробации. Когда это будет выстроено, страна будет получать полную информацию, не только сколько дел дошло до суда, а какие решения были приняты, сколько человек получили пробацию, сколько было штрафов наложено и сколько было взыскано. То есть вся-вся-вся статистика от начала до конца, и мы сможем увидеть человека на входе и человека на выходе. Поэтому эта система, она такая, над ней надо постоянно работать, ее надо постоянно совершенствовать. Но чтобы эта система хорошо работала, нужно, чтобы в наших государственных органах обязательно были команды IT-специалистов. К слову, усиливается и внедрение цифровых технологий, так как это обеспечит открытость, прозрачность и справедливость судебной системы. В судах устанавливаются видеокамеры, информация передается на сервер, находящийся в Верховном суде. На сегодня более 80 судебных залов оснащены видеонаблюдением. До конца года планируется обеспечить аудио и видеофиксации все суды в стране. Опыт вроде бы развитых стран, вот Австрии и Германии, когда вот я лично посмотрела, у них даже нет еще этого. Понимаете, получается, что мы, несмотря на нашу все-таки не такую развитость экономическую, как в тех странах, да, на Западе, мы даже пошли дальше. У них протокол наговаривает судья на диктофон, а потом работник канцелярии пишет это на бумаге. А мы говорим уже, что у нас по уголовным делам уже такая аудио и видеофиксация ведется. В дальнейшем мы законодательно это загрепим еще и по гражданским делам. О необходимости провести полноценную цифровизацию всего процесса судебного производства неоднократно заявлял и глава государства. Для этих целей из госказны выделяются большие финансы. Если в прошлом году было выделено практически 1 миллиард 600 миллионов сомов, то в этом году эта сумма была равна 2 миллиардам сомов. А на 2020 год предусмотрено уже более 2 миллиардов сомов. Наряду с этим также выделены средства для приобретения оборудования для осуществления аудио и видеозаписи и обеспечения государственных органов программными системами. В результате такие технические средства начали использоваться в работе судов и следствия. Уже почти год в судебно-правовой системе Кыргызстана продолжаются кардинальные реформы. Этот процесс мониторит созданная по поручению президента экспертная рабочая группа. Члены группы побывали во всех областях и оценили результаты работ профильных ведомств, сделали анализ и представили главе государства. В рамках мониторинга мы вырабатываем свои индикаторы. Мы делаем мониторинг 360 градусов, так называемый мониторинг. Когда мы смотрим со всех сторон на реформы, на новеллы, которые сейчас внедряются, мы смотрим то, о чем декларируют руководители различных госорганов, и как потом это доходит на места и как это реализуется на местах. В итоге у нас и по вертикали, и по горизонтали есть срезы, и мы видим очень часто, что декларируемые вещи наверху не всегда доходят до низу. Тем временем гемпрокурор Уткурбек Джамшитов на заседании Совета по судебной реформе заявил о нехватке кадров надзорным органем, из-за чего возросла нагрузка на следователей и дознавателей. На 151 работника приходится 38 022 преступления. Каждый следователь должен вести дела по 255 преступлениям, а еще дознавательные работы должны по 600 проступкам. С сентября этого года к следовательным работам привлечены сотрудники из смежных структур. Все это влияет на и качество следствия. Мы предлагаем внести изменения в соответствующие законы. Кстати, о кадрах. В этом вопросе участие Министерства образования имеет большое значение, ведь важно, чтобы учебные программы в вузах по подготовке будущих юристов, прокуроров, судей и адвокатов соответствовали реалиям сегодняшнего дня. Кодексы и законы были приняты еще два года тому назад, но образовательная система, она даже не пересмотрела своих стандартов в рамках образовательных стандартов в рамках кодексов. Но понимаете, как бы система образования сама должна отлавливать такие вот изменения, которые происходят. Тем более сейчас, по-моему, все знают, что в стране происходит судебно-правовая реформа. И нам было удивительно, когда в прошлом году мы выяснили, что в Министерстве образования, в вузах еще не началась эта перестройка. Первые шаги уже сделаны. Эксперты отмечают, что на реформу уйдет не один год. К примеру, в Грузии преобразование только законодательной базы заняло пять лет. Однако, как говорил русский писатель Эдуард Севрос, реформу следует начинать не со спешного издания новых законов, а с неукоснительного исполнения старых. Сеиль Харбекова, Нурдан Харбеков. Итоги на пирамиде.